Заветные мечты детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, исполняются под Новый год. В Муравленко в рамках предновогодней благотворительной акции «Тёплый день» мальчишкам и девчонкам вручили желанные подарки. Резиденция Деда Мороза – место, где исполняются самые заветные желания юных северян, которые особенно нуждаются в поддержке и внимании. В преддверии Нового года дети погрузились в сказочную атмосферу с подарками, играми и развлечениями. В канун Нового года мы создали волшебную новогоднюю атмосферу для маленьких жителей города. У нас есть 3D-ручки, там они делают новогодние подарочки, могут также сделать открытки, новогодние раскраски у нас есть, которые они также могут подарить своим близким. У нас есть новогодняя игротека, активных зимних игр, но и также настольные игры для настоящих интеллектуалов нашего города. Встреча с добрым волшебником для малышей – предновогоднее чудо. Дети поделились Дедушкой Морозом своими самыми заветными мечтами и рассказали выученные стихи. В этом году мальчишки и девчонки написали 46 писем главному волшебнику страны. Подарки загадали разные. Кто-то мечтает о современном гаджете, другие нуждаются в одежде, обуви, игрушках. Простые, но такие заветные мечты детей собрали на сайте «Теплый день». Помощниками Деда Мороза стали десятки коллективов, предпринимателей и просто неравнодушные жители. Они разобрали все желания ребят за рекордные полчаса. Крутой, мне кажется, подарок – это сертификат на изготовление часов из эвоксидной смолы. Я хотела себе такой спортивный костюм. Дедушка Мороз подарил подарок, который очень сильно хотел и мечтал. У северян так принято всегда приходить на помощь к тем, кому это необходимо. Поэтому и участие в благотворительных акциях в канун Нового года стало традиционным. Теплый день проходит в округе с 2014 года. За девять лет жители арктического региона приобрели уже более 7 тысяч новогодних подарков. Проводит акцию молодёжное правительство Ямала. Поддержку доброй традиции оказывает Департамент молодёжной политики и туризма и Окружной молодёжный центр. Алёна Гафарова, Антон Иванов, Новости Муравленко.